Здравствуйте, в прямом эфире студия Репортер и я ее ведущий Константин Гречан. Все ближе отопительный сезон и, конечно, всех нас волнует, сколько мы будем платить за газ для населения, сколько мы будем платить за услуги ЖКХ. И вот сегодня мы об этом поговорим. Было заявление сегодня Павла Розенко, профильного вице-премьер-министра. Вот дословно обратите внимание на формулировку, как излагал свои мысли вице-премьер-министр. Цена на газ у нас зафиксирована в проекте государственного бюджета на 2018 год. Она осталась на уровне этого года. Сейчас нет никаких оснований говорить о повышении цены на газ для населения. Также нет оснований для роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. То есть фактически Павел Розенко говорит о том, что цена расти не должна, но прямой формулировки, что роста цены не будет, он также не произнес. И в общем, что стоит за этим заявлением и какие будут тарифы на услуги ЖКХ и на газ, мы сегодня поговорим с нашими гостями студии. К нам пришли Сергей Якубовский, экономист, эксперт, доктор экономических наук. Здравствуйте. Депутаты Одесского городского совета Алексей Еремица. Добрый вечер. И Вадим Терещук. Добрый вечер. Здравствуйте. Также мы просим принять вас участие в нашем интерактиве. Вопрос очень простой. Верите ли вы вице-премьер-министру Розенко? Если считаете, что если верите, то звоните по номеру 784 80 81. Если не верите по поводу роста тарифов, то звоните по номеру 784 80 82. Если у вас есть вопросы к нашим гостям студии или мнения, то звоните по телефону прямого эфира 34 92 58. 34 92 58. Сергей, давайте начнем с вас. Скажите, вот по вашему мнению, если вице-премьер-министр профильный говорит, что оснований нету для роста тарифов, это означает, что тарифы расти не будут? Или это больше политика? Вот что за этими словами стоит? Знаете, вы так красиво поставили вопрос, верите ли вы вице-премьер-министру. Я помню, был мае 2014 года, когда еще не президент, а просто бизнесмен Порошенко заявлял, что если он станет президентом, он продаст все свои активы и там, по-моему, в течение недели либо 10 дней прекратит военные действия на востоке страны. Он стал президентом и ни одно, ни второе обещание не выполнил и не собирается выполнять. Так вот, если президент у нас лжет, как вы думаете, как должен себя вести вице-премьер-министр, человек, которого рекомендовал президент, он может вести себя по-другому? Нет? Поэтому то, что сказал Розенко, я бы даже не стал комментировать, он никакого отношения тарифом не имеет. Его функция — говорить по телевидению то, что нужно говорить. Понимаете, как, в общем-то, функции большинства других министров. Они говорят то, что надо сказать для украинской общественности, особенно для западной общественности. Вот они это и делают. И случайно в каждом министерстве есть в статусе замминистра красивая девушка, которая говорит на украинском, на английском. Вот ее функция как замминистра, даже в Министерстве обороны есть такая девушка. Красиво говорить, хорошо выглядит. То же самое Розенко. Думаю, что он хорошо выглядит. Красиво говорит. Вот и все. Это пустые слова. И сейчас в Украине никто не отвечает за слова. Начиная от президента, заканчивая министрами, заканчивая народными депутатами. То есть пока эти люди находятся в Киеве у власти, можно даже не комментировать то, что они говорят. Они должны находиться в других местах, исходя из того, что они сделают для страны, а не в Киеве. Поэтому повышать тарифы будут. Давайте вспомним, что несколько недель назад проходило в Одессе, когда вас встречали с флагами, с музыкой, с песнями, с пионерами первый корабль с американским углем. Давайте подумаем, если уголь не закупают у себя на Донбассе, а закупают в Америке. Где цена выше? Где шахтеры получают большую зарплату? На Донбассе, либо в Соединенных Штатах Америки? Если закупают уголь в два раза дороже, чем закупали в прошлом году, будет расти цена на теплоэнергию, которая во многом вырабатывает из этого антроцитного угля? Вот скажите, или как, кто будет покрывать разницу? Тем более, что схемы Роттердам плюс осталось, когда у нас энергоносители считают цена, их себестоимость по цене в Роттердаме плюс доставка в Украину. Эта же схема осталась, и, конечно, энергогенерирующие компании будут поднимать цену, и это скажется на потребителях. То есть тут Розенко делает вид, что вообще он здесь ни при чем, и просто выполняет функцию, ради которой его поставили на это место и дали возможность говорить по телевизору. Ну вот да, я, кстати, сделал такую оговорку, что профильный вице-премьер, но на самом деле он действительно курирует социальный блок вопросов, и говорит об энергетике. Алексей, по вашему мнению, будут расти тарифы? Я согласен с коллегой и скажу, что на самом деле проблема еще в следующем. На сегодняшний момент рейтинг доверия жителей, ну, в частности, там, одесситов, допустим, или вообще там по регионам, местной власти гораздо выше, чем центральная власть. И на сегодняшний момент центральная власть в лице президента Украины, в лице кабинета министра, в частности, господина Розенко, пытается в какой-то части скинуть ответственность на местные власти. Даже здесь не в контексте, к какой политической силе они относятся, а в контексте того, что возложить будущие проблемы, ну, нынешние проблемы, на местные власти. Хотя на сегодняшний момент давайте вот мы тоже проведем небольшой анализ. Ну, что, Одесский городской совет, или областной совет, или мэр города определяет какие-то тарифы, или подписывает договора о закупке так называемого в кавычках словацкого газа, или, допустим, определяет политику по закупке американского, допустим, угля, или угля с Южной Африки, или с Австралии, или еще откуда-то. Нет. Это исключительно компетенция находится кабинета министра, исполнительной государственной власти. Поэтому, вот, ведя такую абсолютно бестолковую, безответственную, ну, даже не знаю, как сказать, абсолютно такую глупую и, мне кажется, преступную однозначно политику, возлагать потом ответственность там на местные органы власти, вы там вот смотрите там на местах, чтобы там тарифы не росли. Люди, вот если тарифы будут расти, вы знаете, вот они виноваты, вот они виноваты. Так давайте пускай расскажут нам, как все происходит на самом-то деле. Из чего состоит на сегодняшний день тариф, какие обязательства у нас есть перед международным валютным фондом, по какой цене мы все-таки покупаем газ, и почему тот газ, который добывается на Украине, да, почему мы, население, не пользуемся непосредственно нашими же ресурсами, да, покупаем так называемые российские через Словакию, да, и что греха таить, абсолютно правильно было сказано, через Западную Европу определяют цену на газ в нашей стране, в частности в наших регионах. Ну, так они же говорят, что не хватает, приходится смешивать. Да что смешивать? На самом-то деле, на самом-то деле, они говорят каждый раз по-разному, понимаете? Каждый раз по-разному говорят. То не хватает, то хватает. Президент постоянно там талдычит на открытие любого, там, я не знаю, какой-то будки там где-нибудь, открывает и говорит, вот мы независимы, мы уже не покупаем там российский газ, мы покупаем словацкий газ. Хотя, вот один адекватный человек, он уже имеет высшее образование, может, даже несколько, он, Словакия добывает газ, Словакия не добывает газ. Не, ну так схема они... Поэтому на сегодняшний момент я скажу только одно. Государственная власть пытается однозначно возложить будущие проблемы, а я так понимаю, что они, эти проблемы, будут только усиливаться. Почему? Потому что есть еще ряд моментов, связанные с тем, что денег на выплату так называемых субсидий по оплате жирно-коммунальных платежей, этих денег не будет хватать. Почему? Потому что так или иначе все равно вырастут и стоимость оплаты, и стоимость газа, и ЖКХ будет расти, да все будет расти, и людям будет не хватать денег. И жители, в частности, Одессы, будут гораздо больше нуждаться в получении этих субсидий. И в чем вот еще один нюанс? В рамках так называемой политики программы централизации, которая, ну, действительно, что греха-то есть, увеличила однозначно местные бюджеты, но не так все просто сделано это было. Сейчас мы с городского бюджета будем покрывать ту разницу, которую государственный бюджет покрывать не будет. Потому что рассказывать, что у нас только 9 миллиардов и на все хватит, это чепуха полная. Не хватит этих денег на всю Украину, на оплату и субсидирование жилищно-коммунального, платежей по жилищно-коммунальному услугам. Вадим, вот, в принципе, то, о чем говорил Алексей, да, взаимоотношения как раз местной власти и центральной власти. В НКРЭ говорят, что все, вот, тарифы, когда они формируют, им цифры дают органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления говорят, что их загоняют в такие рамки, что другие цифры они дать просто не могут. Вот, и в результате кто по-настоящему ответственный за формирование тарифа, так вот, обыватель не понимает. Просто они платят каждый год все больше, больше и больше, а по сути не понимают даже, кто за это отвечает, за тарифообразование. Давайте называть вещи своими именами. НКРЭ – орган, который уполномочен устанавливать тарифы. Каким образом он формирует конечное решение о уровне тарифов на них? То есть они принимают решение. Здесь, о чем мы говорили до этого, мои собеседники, это как раз речь идет о том, что тот процесс, который был ранее заявлен, процесс децентрализации, то есть передачи очень правильной и очень логичной процесс передачи полномочий от органов центральной власти местным органам, он фактически заторможен, и на сегодняшний день уже идет обратный процесс централизации. То есть фактически. То, если мы говорили о том, что о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, раньше эти тарифы субсидировались через государственный бюджет. На сегодняшний день, как и субсидии по жилищно-коммунальным тарифам, так же, как доплаты учащимся в стипендии и поддержка учебных заведений 2-го, 3-го уровня, так же, как и медицинские учреждения, они, эти все вопросы, они отданы на, фактически на компенсацию через местные бюджеты. Вадим, я вас на секунду прерву, у нас есть телефонный звонок, и потом вы продолжите. Да, добрый вечер, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, представьтесь. Я Ольга Ивановна. Ольга Ивановна, да. А скажите, пожалуйста, почему с августа месяца у нас повысилась цена на газ? С мая немножко повысилась. Спасибо, да, спасибо за звонок. Даже с конца апреля. С конца апреля, да. Вопрос, почему? Вот был у телезрительницы, кто... Ну, не хватает кому-то, поэтому и повысилась. Вы знаете, вот, кстати, если вы начали с заявления господина Розенко, вот я скажу так, что все, что говорит Розенко и практически, наверное, все наши, так сказать, президенты, президенты, премьер-министры, министры, нужно вот как раз все наоборот. Вот помните, как была там сторона кривых зеркал, да? Вот у нас то же самое. Если, допустим, говорить, что никакого меморандума с МВФ о повышении стоимости цены на газ для населения, значит, нужно наоборот. Значит, 100% есть. Если, допустим, например, не будет повышаться цена на газ, значит, 100% вырастет на газ. Если, допустим, например, должен отвечать местные органы власти за повышение тарифов теми или иными поставляющими предприятиями, значит, 100% они либо не могут это контролировать, что мы, в принципе, и понимаем, либо не захотят, либо им скажут этого не делать и так далее и тому подобное. То есть вот все их заявления нужно однозначно понимать как просто чистая вода ложь. Чистая политика, да? Ложь и манипуляция. Не более того, даже это не политика. Это просто прямая ложь и манипуляция. Вадим, я вас прервал. Вот по вашему мнению, есть ли основания сейчас для роста тарифов? На сегодняшний день оснований для роста тарифов нет. Но я не соглашусь с своим предыдущим собеседником в отношении того, что нам необходимо закупать уголь на востоке Украины, то есть на той территории, с которой у нас на сегодняшний день, по сути, с той областью в результате чего, то есть платить деньги тем людям, которые финансируют военные операции. Фактически, покупая уголь по той же цене, которая была раньше, как вы правильно заметили, Rotterdam Plus, мы фактически помогаем, еще раз, финансировать те незаконные военные формирования, которые воюют и убивают наших отцов, братьев на востоке. А лишив их работы, вы куда их толкаете? В эти же незаконные, я говорю про шахтеров, а не про тех, которые воюют. Шахтеры, которые, те шахты, которые находятся на территории Украины и те, которые платят налоги в украинском Донецк, ну так, извините, благодаря блокировке, дело в том, что эти шахты работали по украинскому законодательству. Они не так работают и будут работать. Да, но формально они платили налоги в Украине. Из-за тех людей, которые сейчас заинтересованы в обострении конфликта на Донбассе, произошла блокировка Донбасса, понимаете, и тот уголь, который вырабатывали шахты в Донецке, находясь в юрисдикции Украины, его просто перекрыли по ставке. И теперь этот уголь идет в Россию, и потом Украина закупает в России этот уголь, понимаете, сейчас. Украина на сегодняшний день не закупает уголь в России. Через третьи страны. Та же самая, как российский газ через Словакию. Вот через Болгарию покупать уголь. Через Болгарию покупать уголь. Из Канады или из Соединенных Штатов сначала отправили в Соединенные Штаты, а потом от Турада отправили. Слушайте, эту картинку с этими флагами, с гимном, с этим корабликом. Вот этот кораблик сможет... Я встречал этот корабль. Я встречал этот корабль. Вам не стыдно, скажите. И я видел о том, что это за уголь. Мне стыдно. Радоваться тому, что нам дают... Еще раз. Донецк и Луганск, это украинская территория. Это наши граждане. Это наши граждане. Я понимаю, человек сдал украинский пасту, взял российский, да, это не наш человек. Но если они с украинскими паспортами, к ним нужно в Донецке... Вы считаете, что эти деньги придут тем украинским гражданам с украинскими паспортами? Эти деньги уйдут тем, которые украли эти шахты? И те, которые их контролируют на сегодняшний день? Эти люди, которые на сегодняшний день воюют и финансируют эту войну с Украиной? Есть еще другая проблема. Цена на уголь, который мы получаем из Америки, мы при этой цене на уголь нынешней, у нас вся наша тяжелая промышленность накроется медным тазом. Потому что это как сущие угли. У нас их нет. Если мы их будем покупать по той цене... Это цена старая, так главное было раньше. У нас на самом деле ситуация следующая. Я вам скажу только... Цена не поменялась. Единственное, вы не идете? С той политикой, которая на сегодняшний момент... Послушайте, терроризм это все чепуха на пост на масло. Терроризм это факт. На сегодняшний момент, послушайте, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, та политика, которая ведет на сегодняшний момент нынешняя государственная власть направлена только на то, чтобы окончательно уничтожить и убить украинскую экономику. Вот на это направлено все. А все остальное это уже сопутствующие, так сказать, уже третьи, так сказать, моменты. АТО, терроризм, война и все остальное. Об этом идет речь. С этого нужно начинать. Это все уже сопутствующие факты, к сожалению. А кто начинал войну на Донбассе? Вы знаете, как у Фемия Ахметов и все остальные, кто ржут в Киеве? Вы о них забыли, понимаете? Давайте сейчас мы будем не про Донбасс, у нас немножко другая. А эти шахтеры, которых просто без работы нужно воевать, вот те самые главные враги, те, которые организовываются незаконными противоработками. Вы действительно считаете, что эти деньги идут шахтерам? Я считаю, что эти деньги идут тем, которые отобрали эти шахты и контролируют на сегодняшний день. Вы считаете, что эти деньги идут именно в эту сторону? Вы собираетесь с ними договариваться? Или вы будете воевать с Донецком и Луганском столько, 10 лет, 20 лет? Я на сегодняшний день, давайте называть вещи своими именами. Давайте называть вещи. Идет гражданская война. Давайте не будем говорить все-таки о ситуации на Донбассе. У нас другая немножко тема. Но у нас связано. Если мы будем закупать в Америке уголь, поймите еще раз, что мы будем? Потом металл будем закупать в Америке и везти в Украину. Ну это же неправильно. Я понимаю, но вот у вас с Вадимом просто две диаметрально противоположные позиции. То есть можно сейчас за стол переговоров договориться, чтобы опять не было с Украиной? У нас есть еще один очень важный вопрос, который мы должны обговорить, который Алексей уже сегодня поднимал. Это взаимоотношения с МВФ. И вот взаимосвязь, скажем так, прямо пропорциональная. Роста тарифов и вот той кредитной линии, которую МВФ выделяет Украину. Розенко, опять же, возвращаемся к интервью с Розенко, заявил, что в меморандуме с МВФ, который никто не видел, нет никаких требований о повышении цены на газ для населения в этом отопительном сезоне. Но мы отлично знаем, что и на следующий год у нас будет действовать. Вот мы должны получить еще несколько траншей, там практически половину суммы. Вот как считаете, непосредственно взаимоотношения с МВФ повлияют в ближайшее время на рост тарифов? Вот тут я с Розенко согласен. МВФ к росту тарифов никого отношения не имеет. И Украина давно не получает деньги МВФ. Понимаете, тот транш, который Украина формально получила от МВФ в марте этого года, один миллиард долларов, он потом летом ушел на погашение долгов Украины перед МВФ и перед частными кредиторами. То есть МВФ выполняет очень некрасивую функцию. Он поддерживает Украину, он денег не дает Украине. Но он ее поддерживает, чтобы страна не объявила дефолт. Потому что благодаря стараниям власти за последние 30,5 года отношение государственного долга к ВВП в Украине выросло от 40%. Когда убегал Янукович, было 40%. Они были воры, партия региона вор, там было 40% в госдолг ВВП. Сейчас 81%. У нее воры. Да, более чем в два раза вырос государственный долг. Если по цифрам я сейчас назову, в долларах сейчас госдолг почти 77 миллиардов долларов. В золотомалютной резерве 18 миллиардов. Меньше чем в четыре раза, чем государственный долг. То есть Украина реально не может рассчитываться с несколькими долгами. Но учитывая, что типа эксперт МВФ мониторит наши реформы, которых нет, но не делает вид. Вот как наши министры делают вид, что у нас есть реформы. Президент, премьер-министр. Так и эксперт МВФ приезжает, а им некуда деваться. Потому что если американская общественность узнает, как разворовываются американские кредиты в Украине, то Обаму достанут и будет, хоть он уже не президент. То же самое будет с Меркель. Меркель избралась, ну и будет канцлером в очередной раз, только по той причине, что немцы не знают, как немецкие деньги тратятся в Украине. Поэтому они вынуждены, вынуждены давать деньги, которые потом якобы Украина выплачивает по внешнему долгу. Поэтому МВФ никак не влияет ни на Порошенко, ни на пример министра. Вот они не будут проводить реформы, госдолб будет расти, они будут помогать европейцы и американцы, пока не вскроется то, что происходит в Украине. Потому что им очень приятно верить. Вот революция достоинства, так здорово, вот демократия, давайте все пойдем по пути Украины. А на самом деле путь Украины тот путь, который пошел Ирак, который сейчас Сирия находится, Ливия. Потому что любое внешнее вмешательство, даже во благо, во благо. Я не думаю, что они хотят зла нам. Но когда рассказывают, вот эти хорошие, те плохие, давайте будем помогать хорошим, не зная на самом деле, кто такой Порошенко, кто такой Яценюк. Им хочется верить, что люди, которые говорят на английском языке, они думают точно так же, как американцы. Но это не так. Это не так. Я здесь попробую возразить, потому что мне, на мой взгляд, высказаны некоторые противоречивые вещи. С одной стороны, вы говорите о том, что мы зависим от... Вы депутат какой фракции, просто чтобы было понятно. Я депутат фракции «Самопомощь». «Самопомощь». Ну, да. Да. И вы говорите о том, что действительно, по-моему, в этом году к выплате, по-моему, около 3 миллиардов. И от кредитов МВФ зависит, сможет ли Украина достаточно безболезненно для курса, для благосостояния выплатить эти 3 миллиарда, которые необходимо выплатить на протяжении следующего года. Вот если МВФ даст следующий кредит в размере 3, 2, 1,5, 4, соответственно, это даст вливание в валютные резервы, соответственно, не надо будет продавать валюту, это не повлияет на курс, это не повлияет... Еще там на ряду обстоятельств будет за счет чего финансировать социальные программы государственные. И на сегодняшний день как раз вот МВФ, на мой взгляд, держит Украину на коротком поводке. Вот как раз давая или не давая следующий транш кредита, оно позволяет, понимая, что если не выдача кредита, сразу же отразится на экономике. Экономика сразу же повлияет на рейтинг действующей власти, которая на сегодняшний день и так ниже Плинтуса. Тем более мы знаем, что во время недавнего визита сентябрьского в Украину представитель миссии, один из руководителей МВФ Липтон, заявил, что в Украине сильно большие зарплаты, слишком, что нужно заморозить минималку, что так называемая адресность субсидий, сократить количество субсидий, и что украинцы очень мало платят за газ. То есть тут есть прямые рекомендации нашей власти, что делать. Ну, это говорит чиновник наивысшего уровня, один из руководителей. Алексей, ваше мнение? Вы знаете, я говорил о том, что все, что говорит господин Розенко, господин Порошенко, господин Гроссман, это вообще откровенная ложь. И самое главное, что касается господина Липтона, я думаю, что господин Липтон, с интересов той организации, которую он возглавляет, либо представляет, он говорит, что все правильно. Все правильно для них. Почему? Потому что нужно понимать, какую роль Украина выполняет на сегодняшний день на той геополитической карте, которая имеет место быть на сегодняшний момент. Вот нужно об этом понимать. И ни одной стране МВФ не помогло. И давайте мы еще посмотрим на то, что, как правило, МВФ выдает транши, как правило, очень коррумпированным, экономически таким, знаете, неспроможным странам. Это Латинская Америка, Африканские страны и так далее. Вот назовите хоть одну страну, которая МВФ помогла, и Советы МВФ, их реформы и так далее, помогло выйти из тех проблем, которые имели место быть в тех или иных странах. Можете кто-то назвать? Нет. Таких стран нет. Почему? Потому что МВФ задача, прежде всего, следующая, это управлять страной. На сегодняшний момент МВФ это та организация, которая управляет страной. Даже не Порошенко управляет страной, а они управляют страной. Почему? Потому что, если денег не будут давать, то, по большому счету, хана всем, все их сметут. Понимаете? То есть, исключительно деньги, их деньги, на сегодняшний момент поддерживают на плыву этих людей. Потому что, на сегодняшний момент, реального сектора экономики практически нет. Давайте, что на сегодняшний момент работает? У нас только аграрный сектор еще как-то позволяет Украине держаться на плыву. Все. Тяжелой промышленности ее нет. Война в Донецке. Уголь мы покупаем в Америке. Коксующих углей нет, металла нет, то не работает, в Мариуполе отгрузок нету, крымские порты не работают, весь грузопоток уходит от Новороссии, из Констанции, понимаете? И так далее. О чем мы говорим? Чем мы занимаемся? Чем мы торгуем? Что мы производим на сегодняшний момент? Лес Кругляк мы производим. Всю Западную Украину, чертовы бабушки спиливаем, отвозим в Польшу и в Германию. Вы говорите так глобально. Сейчас все-таки, у нас сегодня тема по тарифам, и вот подобные заявления Липтона, можно их оценивать как прямое указание для нашей власти? 100%. Это прямое указание для нашей власти. Поэтому еще раз говорю, то, что сказал господин Липтон, скорее всего, и будет реально отображено, как в проекте бюджета 2018 года, даже не в проекте, а реально тот, который будет потом принят в Верховной Раде. Потому что в этом проекте, может быть, там и нет никакого повышения цены на газ. Я сейчас пока не готов сказать. Может быть, Розенка прав в этом. Но в итоге, что примут? Вот, кстати, да, очень важно, что речь идет о проекте. И решение, которое принимается, это две большие разницы. Поймите правильно. У нас в председании городского совета решения одни, принимаются по факту. Последний день рано утром появляется столько поправок, что совсем другие решения. Ты их не узнаешь. Я попрошу режиссера студии сообщить мне результаты нашего интерактива. Напомню, мы спрашивали у наших телезрителей, верят ли они премьер-министру Розенко, вице-премьер-министру Розенко. Лишь 11% верят и 89%. Считают, что слова министра, в принципе, то, вот, к чему мы пришли по итогам нашей беседы, что вице-премьер-министр где-то лукавил. Давайте подведем результаты, Сергей. Ну, результаты, честно говоря, немножко меня расстроила эта дискуссия, потому что один уважаемый коллега считает, что все-таки американцы виноваты в наших бедах, другой считает, что террористы неизвестно кем созданы, но на самом деле это проблема, проблема Украины. К сожалению, украинцы избрали президентом олигарха. Украинцы верят в эти сказки, что кто-то нам что-то навязывает, но с другой стороны мы видим огромное богатство тех, которые находятся у власти. И вот, когда говорят, что экономики нет, а богатство у кого-то есть, откуда оно берется? Вот как раз за счет и тарифов, и роста государственного долга. Поэтому, мне кажется, что нужно просто пересмыслить то, что происходит в Украине и понять, что, конечно, и в Донецке находятся враги, но те, кто мешает Украине развиваться, находятся не в Донецке, не в Вашингтоне, а находятся в Киеве. И вот эти люди, которые просто издеваются от населения, почему Розенка не говорит о минимальной пенсии в Украине, которая меньше, чем 60 долларов. Есть по методике Мирового банка граница бедности. Это 2 доллара в день. Вот если в Африке человек живет на 2 доллара в день, он считается нищим. Так вот, в Украине большая часть пенсионеров живет меньше, чем на 2 доллара в день. И кто здесь виноват? Донецкий, американский? Нет, это виноваты те, тот же Розен, который про это не говорит, который рассказывает, кто должен регулировать тарифы. Поэтому здесь идет непосредственное дворовство верховной власти. И они заинтересованы в том, чтобы они становились беднее, 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 беднее. А потом они кого нужно найдут, чтобы те стали террористами. Потому что нищие, безработные, вот это самая главная основа для тех, кто хочет не европейского пути Украины, а то, чтобы очаги разрастались противостояния по стране. Алексей. Ну, я, во-первых, вы, может, неправильно поняли, я не говорю о том, что проблема Украины в американцах это на самом деле не так, проблема действительно в нашей власти это раз. Вопрос в другом, вопрос в том, что патриотизм, он заключается не в том, чтобы бегать с какими-то плакатами, а непосредственно защищать интересы своей страны. На сегодняшний момент нынешнее правительство и президент Украины однозначно не является, к сожалению, теми людьми, которые защищают эти интересы. Теперь, что касается непосредственно той темы, которую мы сегодня обсуждали. Я думаю, что заявление господина Розенко на самом деле является абсолютно бессмыслицей и манипуляцией. Направлено на то, чтобы повесить ответственность будущего повышения тарифов на местные власти. Ну, вот это уже не бессмыслица, правильно? Манипуляцией будет точнее определение. Вадим. Ну, действительно, 90% недоверия, это, наверное, на сегодняшний день правдиво отражает тот срез, тот уровень доверия к органам центральной исполнительной власти. И на сегодняшний день мы понимаем, что те проблемы, которые в том числе ЖКХ, центральная власть пытается решить за счет местных бюджетов. То есть, идти вопреки ранее заявленному курсу на децентрализацию. Как и здесь, мы видим, идет обратная централизация, то есть за счет местных бюджетов пытаются решить те проблемы, которые возникли на государственном уровне. Что касается вопросов, действительно, как эту проблему решать и что делать, каким образом можно повысить уровень доверия к нашим органам центральной власти, депутатам. На сегодняшний день это те три заявленных требования, которые говорят о снятии депутатской неприкосновенности. У нас депутаты все выступают за снятие депутатской неприкосновенности до того момента, когда они попадают в стены Верховного Совета. Это пропорциональная избирательная система, потому что мы знаем, что на сегодняшний день как в нашей системе проходят выборы на мажоритарных округах. И третий вопрос это создание антикоррупционного суда. И на сегодняшний день, я знаю, в том числе создание антикоррупционного суда, это одно из вопросов, который в адженде Международного валютного фонда, который обсуждается с украинской властью. Сколько лет обсуждают? Давайте, да, у нас все-таки по тарифам, да, мы так сегодня обо всем уже поговорили. Я вас благодарю за интересную дискуссию, за интересную беседу. Напомню, что у нас в гостях были депутаты Одесского городского совета Алексей Еремицей и Вадим Терещук, эксперт-экономист Сергей Якубовский. Мы работали в прямом эфире, студию провел Константин Гречан.